Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу рассказать о своих любимых кисточках для макияжа, а именно для нанесения макияжа. Я ими пользуюсь уже больше трех лет. И представляете, это, наверное, самые бюджетные кисти на рынке и не только на зарубежном, а и на белорусском. Это кисти от такого белорусского бренда как люкс визаж. И не просто так, наверное, они назвались люкс визаж, потому что это кисти люксового качества. В моей коллекции 14 кистей из 19, как я насчитала на сайте. Я специально готовилась к этому видео. Это видео по запросу. Спасибо, что вы просите. Не знаю, можно ли называть или нет, но меня попросила моя тезка Ева по никнейму подробно рассказать о кистях, которыми я пользуюсь. И я так рада, что люди интересуются, чем я наношу косметику, значит все не зря. И вот они самые бюджетные кисти. Эти не считаются. Об этих кистях пойдет речь потом, если вам понравится это видео. Поэтому буду рада, если вы пришлете мне какой-нибудь цветочек. Любой в комментариях. И давайте же начнем подробно разбирать кисти. А именно я начну по очереди разбирать. Сначала я хочу показать кисти для лица. И начать я хочу с кисти, которой в моей коллекции нет. Всего 11 штук кистей для лица у Luxe Visage когда-то очень серьезно занялись вот этой темой нанесения макияжа. И хорошо сработали, сделали классные кисти. И вот первая кисть для пудровых текстур Bip Maxi. Она номер 19. Я ее хочу в свою коллекцию. Мне нравится ее вид, но у меня нет такой необходимости. Ведь мне и так достаточно этих 14 штук. Так вот, эта большая пушистая кисть, она такая в форме веера. И она подходит и для нанесения бронзера, или нанесения хайлайтера. Она такая большая. И даже для нанесения румяной пудры, сухих текстур. Также она очень хорошо подойдет для того, чтобы смахнуть остатки осыпавшихся теней или как-то вот завершение макияжа сделать. То есть нанести какую-то мерцающую пудру или блюрящую. Вот такой вот завершающий шаг. Но этой кисти в моей коллекции нет. В ней используется искусственный ворс. И мы сразу перейдем вот к такой вот интересной веерной кисточке. Эта кисточка меня заинтересовала своей формой. Особенно, когда я начала смотреть YouTube, и мне хотелось, как все вот эти инстадивы, тут у меня стоит зеркало, наносить вот так вот хайлайтер, так красиво, такими веерными движениями. Но честно, я эту кисть использую вообще редко. Я не отметила. Эта кисть для хайлайтера веерная, номер 10. Ну, она красивая. Ну, не такая, конечно, красивая. Я, кстати, не отметила тот момент, что все кисти, они выполнены вот в таком вот цвете. То есть черная ручка. И вот если искусственный ворс используется, то он вот такой вот двухцветный. Ну, кому хочется побаловаться, можно и прикупить эту кисть. Ну, я не советую ее покупать. Это просто баловство. Просто побыть такой инстадивой или дивой YouTube. Почему нет? Что хочу еще отметить, что она подойдет, как и предыдущая, для того, чтобы убрать какие-то остатки вот осыпавшихся теней. Вот так вот, пах, смахнуть и все будет хорошо. И следующая кисть, которой у меня нет, это кисть для плотных кремовых текстур и масок. Дело в том, что у меня есть похожая кисть. Не просто так я тут поставила свои оставшиеся кисти. Вот. Она напоминает по форме вот эту вот третью кисть для лица у Люкс Визаж. Номер 11. И это такая классическая вот кисть. Она такой вот какой-то куполообразной формы, с длинной щетиной для нанесения кремовых текстур. Например, тональное средство или этой кисточкой можно наносить маску. Так и написано, что кисть для нанесения кремовых тедней и масок. И честно, я использую для нанесения не только маски, а и своего кислотного фирулового пилинга от Белита. Это очень хорошо для нанесения вот этих вот масок. Не пальцами размазывать, не чем-то еще. Именно взять такую кисть и будет очень удобно распределять какую-то маску или кислотный пилинг. Тут тоже у Люкс Визаж, у этой вот Валари. Она сюда к этому видео не относится. Используется искусственный ворс. И также такая кисточка, кстати, подойдет для проработки каких-то труднодоступных частей лица. Например, если наносить такой кистью тональное средство, то очень легко распределять возе носика, вот тут вот распределять удобно, вот здесь возе ротика. Особенно, если еще красную помаду вы наносите, то прежде чем ее наносить, очень нужно так аккуратненько наносить тональное средство. И эта кисть, конечно, хорошая, и ею любят пользоваться, я заметила, визажисты. Они всегда в своей работе используют такую кисть. Честно, я для нанесения тональных основ эту кисть вообще не использую. Вообще не использую. А что я использую, я покажу далее. Следующая на очереди вот такая вот кисть. Она называется кисть для контуринга и стробинга лица номер 12. Не пугайтесь таких названий. Контуринг, стробинг. Так много видео снято об этой технике. Это в данном случае, то я ею пользуюсь. Поэтому немножечко отсюда еще осыпается что-то. Пушистая, скошенная вот такая вот кисть. Можно подумать по виду, что она подходит для нанесения румяна. Но она идеальна для нанесения контуринга, бронзера. Тоже вот, чтобы более подчеркивать свои скулы. Ну, я люблю вообще эту кисть и часто ее использую. Здесь тоже используется искусственный ворс. И еще я удивилась, когда прочитала, что на сайте написано, что эту кисточку можно использовать не только для высокопигментированных пудровых текстур. Но и для кремовых текстур. Насчет высокопигментированных сухих текстур, да, она подходит. Она хорошо растушевывает. А вот для кремовых текстур, мне кажется, не стоит. Я не пользовалась для такой задачи. Я ее вот этой именно кисточкой пользуюсь для того, чтобы нанести, сконтурировать скулы и нанести бронзер. Отличная кисть должна быть у каждой. Переходим к следующей кисточке, которую я очень люблю. Это кисть для румян номер 13. Я специально записала все номера. Это такая вот большая, скошенная кисть. И хоть она и заявлена для румяна, но она идеальна для того, чтобы наносить тональное средство и прорабатывать вот такие вот зоны, труднодоступные возле носика. Очень удобно тональную основу ей наносить. Одна из любимых кистей. Здесь тоже искусственный ворс. Не просто так она заявлена для румян. Румян нужно было отметить на сайте, что для кремовых румян, кремовая румяна, да, ей распределять будет неплохо. Но вот сухие румяна, может быть, какие-то такие румяна, которые сложно достать, которые закаменели уже в упаковке, может быть, она и подходит. Потому что она так плотно собран, ворс в этой кисточке. Для меня она для тона и для кремовых румян, может быть, для кремового контуринга, почему нет. Следующая кисточка, это вот такая легендарная у них кисть Кабуки номер 14 для нанесения тона. Идеальная кисть для нанесения тона. То есть, вообще, кисть Кабуки, она предназначена для того, чтобы шлифовывать вот пудру. И тогда она распределяется так вот, я так понимаю, проникает в каждую, в каждое углубление. И тогда личико такое становится бархатное. Но реально, эта кисть очень хороша для использования ее в качестве нанесения тонального средства. Она идеально его наносит. Можно даже небрежно так наносить тональное средство. И она будет идеально его наносить. Но вот пудровые текстуры на свою нормальную кожу, склонную к сухости, я не наношу пудру вот такими вот движениями. Не пробовала для этих целей. Но кто любит использовать пудры и наносить такими шлифовывающими движениями пудру, то эта кисть тоже подойдет. Она плотно набита. Здесь искусственный ворс. И все замечательно в этой кисти. То есть я считаю, что с помощью этой кисти кабуки получается все быстро и легко. И теперь переходим к следующей кисточке. Вот такая вот огромная. Вот мое лицо. Вот эта кисть. Это кисть для пудры и закрепления макияжа номер 15. Написано, что на сайте она идеальна для придания макияжу завершенности. И я использую, да, эту огромную кисть для того, чтобы нанести пудру после нанесения тонального средства. Обычно я всегда тональное средство и консилер закрепляю вот такими вот объемными, большими кисточками. То есть наношу пудру поверх тонального средства. И профессионалы используют такую кисть. Я даже видела, что такую кисть огромную используют для нанесения бронзера. А также еще иногда я видела, что даже такой огромной кистью наносят и хайлайтер. Представляете? И, кстати, очень неплохо так получается. У многих профессиональных визажистов, если вы смотрите, заметьте, они используют вот эту вот кисть очень интенсивно. Для нанесения многих сухих текстур. То есть тут и для пудры ее можно наносить. И румяна, и хайлайтер, и бронзер. Но контуринг нет. Контуринг все-таки он так более точечный. Но с помощью вот этой кисточки лучше. От этой очень любимой мною кисточки переходим к следующей. Это уже восьмая по счету кисть в моей коллекции для лица. Это кисть для укрывного нанесения пудровых текстур номер 16. Вот такая вот красавица. Тоже искусственный ворс. У меня здесь уже румяшки. Лично я эту кисть использую для нанесения румян, которые тяжело достаются уже из рефила. То есть немножечко уже срогодности прошел. Или они закаменели. Еще эта кисть хорошо подойдет для нанесения румян слабо пигментированных. Но такие вот румяна насыщенных оттенков, высоко пигментированные румяна, лучше такой кистью не наносить. Ну она такая используется редко мною. Но сейчас я пытаюсь закончить одни румяшки от Релуи в моем Project Penny. Косметические добивашки. И я так интенсивно пользуюсь этой кистью для того, чтобы доставать румяна. Румяна немножечко уже так вот. Или они сильно спрессованы в рефиле, или они уже закаменели. Поэтому вот эту вот кисть использую, чтобы их лучше достать из рефила. Также в моей коллекции есть и кисть от Luxe Visage из натурального ворса. Даже такая есть кисточка в их коллекции. Это из ворса козы. Причем я не знаю, почему многие блогеры при обзоре кистей белорусских постоянно отмечают тот момент, что пахнет этот ворс козы. Мне не пахнет этот ворс козы ни при покупке, ни спустя 3 года. Ну не пахло, не воняло мне ничего. Ничего тут так не облазило. Я не знаю, почему они жалуются. Я мою практически каждый день эти кисти, и все с ними замечательно. Они даже не разваливаются. Вы видите по видео, что уже кисти видали виды. Но я даже их не подклеивала, ни суперклеем, ничем. Все замечательно. Ничего не воняло. Все замечательно. Это я просто немножечко так разозлилась, потому что у них, у блогеров, я так понимаю, очень много кисей разных и дорогих, и бюджетных. И нужно обозреть, нужно снимать побыстрее. А я вот говорю по правде, вот спустя 3 года никакого запаха, качество на высоте. Поэтому эта кисть для контуринга из натурального ворса номер 17 замечательная. Она подходит и для нанесения румян, и для нанесения сухих корректоров. Да, в минеральной косметике есть такие сухие корректоры или сухие даже есть консилеры, которые очень хорошо, кстати, подходят в качестве консилера. То есть они выполняют свои функции, вот эти вот сухие текстуры. И вот эта кисть для нанесения сухого корректора или сухого консилера идеально подходит. И, кстати, хочу попробовать какую-нибудь минеральную косметику и попробовать вот именно сухой консилер. Как же он будет на моей сухой коже действовать. Также эта кисточка подходит для нанесения бронзера, хайлайтера, румян. Она такая универсальная, рабочая лошадка. Обратите на нее внимание, весьма удачная кисть. Немножечко уже пошатывается у меня, но если учесть, сколько ей лет, то это нормально. И сколько она пережила принятий вам. Мою, кстати, мылом или дегтярным, или обычным каким-то мылом, антибактериальным, прекрасно отмывает все кисточки. Теперь переходим к следующим кистям, без которых я вот честно не могу жить. У меня их две штуки, и это легендарная у них кисть для консилера номер 18. Они молодцы, что уже написали для консилера, потому что раньше было написано и на упаковке, и везде, что это кисть для нанесения теней. Но эти кисти-бочонки такой вот куполообразной формы, они такие огромные, что они не подходят для нанесения теней. У меня вот, например, подвижное веко, оно очень большое, ну, достаточно большое. И даже для меня эти кисти, они огромные. Вот мой глаз, и вот эта кисточка. А вот для нанесения консилера это идеально. И молодцы Люкс Визаж, что они изменили название и обозначили, что это кисть для консилера. Чем хороша эта кисть? Что она хорошо растушевывает, распределяет консилер и нет эффекта маски. Это самое главное при нанесении консилера. Также такие кисточки подходят для прорисовки точечных дефектов. То есть каких-то постакне или прыщиков тоже удачно подходит эта кисточка номер 18. Также у Люкс Визаж есть кисть профессиональная для кремовых текстур номер 20. Она очень красивая, необычная в виде щеточки. Ее очень хвалят блогеры. Я верю, что она отлично распределяет тональную основу. Да, она для распределения тональных и кремовых текстур. И с помощью вот кисточки такого вида я приведу фото, естественно. Потому что я хочу все-таки попробовать такой формат нанесения тонального средства, такой формат кисточки. Дело в том, что такая кисточка, она создает бархатную такую поверхность. Поэтому у меня в планах приобрести. Я когда готовилась к видео, даже вот поставила себе какие-то хотелочки, что вот я именно такую кисть хочу. Ну вот я перечислила 11 кисточек для лица. Теперь переходим к кисточкам для глаз, для бровей. И даже у Люкс Визаж есть очень интересная кисточка для нанесения губной помады. Она из такого редкого ворса. Поэтому смотрите. Далее переходим. Всего у Люкс Визаж получается кистей для глаз и бровей 7. И плюс 8 это вот эта вот интересная кисточка для нанесения губной помады. И начать я хочу вот с такой вот кисточки, которая нужна, я считаю, каждой девушке. Это кисть для глаз и прорисовки бровей номер 2. Это такая маленькая, плоская, скошенная кисть. Это вот просто незаменимый инструмент в каждой косметичке. Используется такая вот кисть, она и для подводки, и для растушевки. Причем и для жидких, и для кремовых, и для сухих текстур. То есть как я использую эту скошенную кисть для бровей. Я любитель рисовать брови все-таки тенями. У меня довольно-таки густые брови, они держат форму. Мне достаточно нести тени, закрепить каким-нибудь гелем. Не обязательно фиксирующим. И вот эта вот кисть идеальна для нанесения теней. Также она хороша для нанесения помадок. Я недавно попробовала белорусскую помадку Vitex. Мне она так понравилась. И я не ожидала, что мне понравится такой формат для бровей. То есть для кремовых текстур, для помадок тоже эта кисть подходит. Также ею можно растушевывать стрелочку. Идеальная кисточка, нужно ее иметь. И следующая кисть щетка для прорисовки, укладки бровей и разделения ресниц номер 21. Ее в моей коллекции нет. Это просто такая вот щеточка для того, чтобы расчесать бровки. Но вместо вот такой вот кисти щетки можно использовать вот такую вот щеточку из-под любой туши. Такой вот лайфхак, если правильно я говорю. И вот просто помойте какую-нибудь щеточку от уже закончившейся туши. И она будет удачно служить в качестве вот кисточки для расчесывания бровей. Не надо покупать отдельную такую кисть. Но не мешало бы вот этой кисти быть все-таки двусторонней. А она попозже уже появилась у Luxe Visage. Я скажу ее номер. Но я очень часто использую вот такую вот кисть для расчесывания бровей из-под любой туши. И переходим к следующей незаменимой вещи в моем макияже. Это называется кисть для теней бочонок мини номер 3. Это такая маленькая кисточка куполообразной формы. Ее еще называют бочонок. То есть вот такая вот была кисть для консилера. И есть вот кисть тоже куполообразная. Такая же бочонок, только маленькая. Это идеальная кисть для нанесения вот хайлайтера в уголок глазика. Для того, чтобы как-то детально проработать, например, подбровное пространство, если вы рисуете брови. Также эта кисть бочонок идеальна для того, чтобы прорисовать нижнее веко. Или какие-то тут детали точечно прорисовать как-то тенями. Ну, я честно, я использую для того, чтобы прорисовать, подсветить уголок какими-нибудь хайлайтерными тенями. Это я использую каждый день. Я люблю, когда в уголке нанесено что-то такое освежающее цвета шампанского. Эта кисть моя вечная помощница. Обожаю, люблю. Также она хороша для растушевки кремовых теней. И для того, чтобы сделать какой-то смокий айс. Просто замечательно. Следующая кисть для растушевки теней плоская номер 4. Я ее очень редко использую. Не знаю почему. Очень редко. Только я ее где-то раза два использовала для того, чтобы прорисовать брови. Так как кисть для бровей была в ванной. То есть я ее мыла. Она была мокрая. Я использовала вот эту плоскую кисть. Но в принципе она подходит и для кремовых, и для пудровых текстур. Тоже для растушевки стрелочки. Для того, чтобы проработать подбровное пространство. В принципе те же функции, что у кисточки маленькой бочонок и у кисточки для бровей. Кто любит такие кисти, можно использовать. Что же написано на сайте, что это кисть, которая хорошо растушевывает тени. Прорабатывает складку века. Но вот для складки века, мне кажется, она не очень подходит. Для внутреннего и внешнего уголка глаза тоже мне не очень подходит. Может только для растушевки каких-то кремовых теней. А также для межресничного пространства. Вот межресничное пространство, она большевата. Может быть я попробую взять каял и растушевать свое межресничное пространство. Кстати идея. И еще написано на сайте, что подходит для базы под тени. То есть у Люкс Визаж, например, есть база под тени. Ее можно удачно использовать для нанесения этой базы под тени. Но я другую кисть от Люкс Визаж использую для нанесения базы под тени. Или какой-нибудь подложки. Например, кремовых теней, которыми Люкс Визаж очень славится. У них, наверное, самые классные, бюджетные, жидкие кремовые тени для глаз. Там и матовые, и блестящие, и глиттеры, что угодно. И вот я уже держу в руках такую кисть для нанесения теней овальную номер 5. Я использую ее для кремовых теней практически каждый день. Она вот должна быть. Она тоже из искусственного ворса. Тут все кисти из искусственного ворса. Вот эта вот только из ворса козы. И вторая будет попозже. Остальные все из искусственного ворса. И одна из редкого ворса. Ну и вот эта кисть, о которой я говорю, она используется также для растушевки вот этих вот жидких текстур. Идеальная вот эта вот кисточка. Также этой кистью такой лайфхак очень хорошо набирать слабо пигментированные тени. Или вы, если хотите, закончить какие-то тени, можно набирать эти тени этой кистью. И они тогда будут ложиться так более... больше будет теней ложиться на подложку. Очень удачная кисть для нанесения жидких и кремовых текстур. Переходим к следующей кисточке. Такая вот кисть называется для растушевки теней из натурального ворса номер 7. Здесь тоже натуральный ворс козы. Вот во всей коллекции кистей от Люкс Визаж у меня две кисти из ворса козы, как я сказала. И они весьма удачны. Извините, будут звуки. У меня муж моется с ребенком. Как всегда, мы приехали после дачи. Видите, я такая растрепанная. Усердно поработали. Представляете, выдирали из подплитки травку. И видите, какой у меня макияж, нанесенный этими кистями. До сих пор сохранился. Такая работа, извините, что посвящаю вас подробностям. Но так мы станем ближе друг к другу. Потому что никто не отменял работу. И вот эта вот кисточка, ее я очень люблю. Она ничем не воняла, никакими козами, ничего отсюда не вылезала. Удачная кисть для растушевки. Вот лично я использую для проработки, как это говорят, орбитальной складки века. Вот здесь вот. Вот так вот я наношу. И получается идеальная растушевка. Я всегда думала, почему вот у девушек такой идеальный макияж. До того, как начала сама вести канал. Или увлекаться косметикой. У них просто идеальный переход от подвижного века к подбровному пространству. И чтобы этот идеальный переход был, нужно использовать обязательно вот такую вот кисточку. Для растушевки. Для проработки орбитальной складки века. Вот она, орбитальная складка века. Чтобы ее проработать, эта кисть просто незаменима. Хотя на сайте написано, что она быстро растушевывает до эффекта дымки. Про складку века ничего не написано. Но я использую ее именно для складки века. Тоже ее можно, кстати, использовать для нанесения теней на подложку. Но все-таки вот у них один недостаток. У люкс визаж. То, что нет такой вот кисточки. Чуть менее, чем вот эта вот. Чем номер 5. Чтобы она была поменьше. Из натурального какого-нибудь ворса пони. Ну ничего страшного. Можно и такой кистью нанести. Но вот эта кисть подойдет короче. И для проработки орбитальной складки века. И для нанесения сухих текстур теней. Ой, ребенок рад. Там покупались. Следующая кисть. Это кисть для бровей двусторонняя номер 8. Они спустя, наверное, один или два года выпустили такую кисть. Потому что, я так понимаю, были жалобы, что этой кисточки для бровей и прорисовки бровей номер 2 не было вот тут щеточки. Вот этой. Как я использую от туши. И вот они сделали все-таки такую кисть для бровей двустороннюю. У меня ее нет. Но она супер. Я рекомендую, кстати, ее к приобретению. Очень удобно. Когда все-таки кисть действительно двусторонняя. Очень удобно тогда пользоваться. И вот теперь я сижу вот с этим изюмом. Изюм этого видео. Не знаю, почему меня она так влюбляет в себя. Может от того, что у меня никогда не было до ее появления специальной кисти для губ. Но да, у Luxe Visage есть специальная кисть для губ. И она из-за ворса. Соболя. Когда-то я мечтала о шубе из Соболя. Сейчас натуральные шубы, наверное, не актуальны, не модны. Но все же шуба из Соболя. И вот у меня хотя бы есть кисточка из Соболя. Это кисть для губ. Ворс Соболя. И она реально потрясающая. Но самое интересное, что я не нашла ее на сайте. Не знаю, может ее уже не выпускают. Но она у меня до сих пор есть. Я ее люблю. И очень удачно прорабатываю свои губки. Не всегда. Но иногда нужно нанести помаду. Или распределить помаду. Матываю аккуратненько по контуру губ. И в этом случае лучшей помощницей является вот эта вот кисточка. Очень ее люблю. Она так же, как и две кисточки из Козы. Большая и малая. Я бы им дала название универсальные. Она так же идеально сделана. Ничего отсюда не вылазит. Драгоценный ворс Соболя никуда не улетает. Так же, как и драгоценный ворс Козы. Никуда не девается. Люблю, обожаю. Итого получается у меня сколько кистей для глаз. Всего, если посчитать, 7 кистей для глаз и бровей. Плюс 1 для губ. А у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня 6 кистей из 8 в моей коллекции. И мне даже занавто. У меня есть все, чтобы сделать полноценный макияж всеми кистями. Я их очень люблю, дорожу. И у меня, я считаю, получился прекрасный обзор на все кисти от Luxe Visage спустя где-то 3 года. Представляете, они выдержали столько, что не передать словами. Потому что я не являюсь обладательницей, например, люксовых кистей. Или кистей известных брендов, разрекламированных. Я когда-то была новичком, где-то чуть больше, чем 3 года назад. Купила себе кисти от Luxe Visage и была довольна. Только вот единственное, они иногда кисти неправильно формулируют кистям их функции. Но сейчас они справились. То есть вот эту кисть они назвали уже кисть для консилера. Большой бочонок, который я очень люблю. Также они сделали двустороннюю кисточку. И у них классная такая эксклюзивная кисть для нанесения тона в виде щетки. То есть они в тренде. Luxe Visage, как всегда, в тренде. То есть это бюджетная косметика, бюджетные кисти. Класса люкс, я бы сказала. Почему нет? Я, знаете, являюсь обладательницей и косметики, например, брендов таких известных, как MAC, Guerlain, Dior. И я, например, когда заходила в MAC, я смотрела их кисти. Но я считаю, что кисти Luxe Visage ничем не уступают кистям очень дорогим. Поэтому рекомендую. Вот такой вот у меня получился обзорчик. Пишите, какие у вас кисти, довольны были ими. И давайте делиться в комментариях мнениями насчет кистей. Посоветуйте. Может, еще у какого-нибудь бренда есть замечательные кисти. А также, если вам интересно, я еще сделаю и обзор кистей Reluiz спустя 3 года. Мне будет очень интересно поработать над этой темой. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Уже скучаю и жду, как всегда, в комментариях и в соцсетях. Да, у меня есть соцсети другие. Это Telegram, Instagram, Яндекс.Зен. Если что случится с YouTube, я там. Пока-пока. Всем здоровья, красоты и замечательных денечков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.